Здравствуйте! О тех, кто за экраном и не только. 21 ноября отмечается День телевидения. Подробнее об этом расскажем в выпуске. Дагестан направил очередную партию гуманитарной помощи жителям сектора ГАЗа. Самолет МЧС России с 27 тоннами самого необходимого пострадавшим прибыл в аэропорт Эль-Ариш в Египте. Это продукты питания, одежда и медицинские принадлежности. Напомним, ранее также была доставлена первая партия гуманитарной помощи, собранной жителями нашей республики весом около 30 тонн. Тем временем специальная рабочая группа займется приемом беженцев из Палестины в Дагестане. Такое решение принял Кабмин региона. Возглавил ее вице-премьер Рамазан Джафаров. В состав войдут еще два зампреда – Абдурахман Махмудов и Муслим Телекавов, а также представители министерств и ведомств. Зона ответственности обозначена каждому органу исполнительной власти. Минтранс должен проработать вопрос организации и осуществления централизованных перевозок. Минздрав и Роспотребнадзор совместно с органами исполнительной власти республики должны обеспечить и с Минтрудом готовность медицинских учреждений к приему граждан. Надо проработать вопрос упрощенного ведения медицинского обслуживания, эвакуировать граждан. Мы рекомендуем совместно с органами исполнительной власти оказать всякую помощь по юридическому оформлению документов. В Дагестане недобросовестных подрядчиков, заведомо предоставляющих ложную информацию об опыте работы для участия в торгах, будут вносить в черный список. Соответствующий проект закона подготовило Народное собрание республики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Заур Аскендеров. Спикер регионального парламента считает, что таким подрядчикам при организации закупочных процедур необходимо поставить заслон во избежание проблем потери времени из-за разбирательств в УФАС и судах, срылов сроков исполнения работ и многого другого. Поставщики услуг, попавшие в особый реестр, не смогут после этого участвовать в госзакупках в течение двух лет. 21 ноября отмечается День телевидения. Этот праздник был учрежден ООН в 1996 году с целью стимулировать обмен телевизионными программами, посвященными миру безопасности и культурному развитию. Сегодня мы расскажем немного и о тех, кто стоит за экраном. Камила Михатиханова продолжит. Вы знаете, вообще, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театры, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Тогда, в конце 70-х, многим слова одного из героев известной картины могли показаться чем-то вроде фантастики. Однако все это сбылось. И период, когда кругом было одно сплошное телевидение, мы благополучно прошли в 90-х. И в нулевые шагнули уже с реальной перспективой суперсовременного цифрового ТВ. Сегодня уже качественным изображением и передачей сигнала на сотни тысяч километров никого не удивишь. Более того, телевидение давно перекочевало в соцсети и гаджеты. Вопрос лишь в выборе. Молодежь в основном предпочитает мобильное устройство, а люди постарше все еще смотрят новости по телевизору. Я, как женщина, воспитанная в советское время, больше много не сижу в телефоне, а телевизор я смотрю. Может, это модно, не модно, но смотрю именно телевизор. Новости прежде всего. Все, что касается новостей. Очень люблю все то, что касается нашей республики, Дагестана, традиций, обрядов. Люблю советские хорошие фильмы. Люблю очень познавательные маленькие передачки для детей. Я смотрю, предпочитаю спортбоец каналы и новости Дагестана, новости телевизора, чем телефон. Я больше предпочитаю телефон, потому что с телефона можно, ну, у него больше возможностей, чем у телевизора. Телевизор мы просто смотрим, там, определенные каналы, новости, например, да. И на телефоне можно прочитать новости, посмотреть какие-то видео, полезные для себя. Я лично предпочитаю телефон, почему? Потому что, ну, не знаю, на самом деле. В телевизоре ничего нет, на самом деле, там, одно и то же. В телефоне все хранится, все есть, все новые новости и так далее. Вот это все, и все, что происходит. Для телевизионщиков 21 ноября – это еще один повод вспомнить о значимости собственной профессии. Это режиссеры, выпускающие редакторы, монтажеры, корреспонденты, операторы и, конечно же, ведущие новостей. Именно их оперативная работа позволяет зрителям быть в курсе последних событий в республике и стране. Здесь собрались активисты со всей республики. И сначала я сама примерю на себя этот головной убор, а затем попрошу других девушек. Подниматься по маршевой лестнице в обычной одежде на скорость уже не так уж и просто. Мы находимся в Уцукульском районе у подножия горы Ахульгу. Зал, вмещающий около пяти тысяч зрителей, заполнен под завязку. В ближайшие пять дней Алиевский дворец спорта станет ареной настоящих спортивных баталий. Эпицентр взрыва находится здесь. Это заметно даже по огромной воронке, которая образовалась после. Смотрите, эфир телеканала НТВ продолжает новости Дагестан. Снедельный мир, Зуба Ирова. Смотрите сегодня в выпуске. Старый добрый ящик давно уже в прошлом. Большие телевизоры любых размеров и модификаций в настоящем. Но как бы ни развивалось время, телевидение будет всегда. Будь то на маленьком экране мобильного телефона или на большом плазменном мониторе. Камила Мехтиханова, Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов. Я считаю своим родным районом и вас считаю как свою семью. Это откровенно говорю я. Участники встречи также обсудили проекты, которые планируются осуществить в ближайшее время и рассказали о проделанной работе за год. У нас в отделе фетвы работают 11 человек, сотрудников. Каждый из них занят своим делом. За год, в прошлом году, этот нынешний год еще не закончился, в прошлом году около 20 тысяч ответов было на вопросы по соцсети. Около 20 тысяч. Около 400 фетвы было выпущено по делам фетвы. То, что касается Ахмада Хаджи, он известен как Годоберинский, он еще с 80-х годов мне урок преподавал. Я его очень уважаю. Я ценю его время. Я его считаю героем. Почему? Потому что он ничем не увлекался, кроме как преподаванием. Это очень важно, ценно. Ну, хотя вот такое уважение у меня к нему, но сегодня попросили здесь присутствовать. Вдруг в нашей работе, если будет какое-то упущение, чтобы он нам подсказал. Всем, рабы же молодые. Поэтому мы очень ему благодарны. Более 4 тысяч человек приняли участие в географическом диктанте в Дагестане. Акция прошла на более чем 70 площадках, главной из которых традиционно выступает Махачкалинский медиапарк «Россия. Моя история». Организатор просветительского мероприятия «Русское географическое общество». Диктант прошел в очно-дистанционном формате. Длился он, как обычный урок, 45 минут. За это время участники акции ответили на 40 вопросов. Помимо традиционных, по географии и смежным наукам, были вопросы, посвященные теме «Человек и география», поскольку 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Это были все новости на сегодня. Смотрите наши выпуски также в социальных сетях. И до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok